Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Горячая тема, горячая линия. В редакции газеты «Грани» отвечали на вопросы жителей республики о капитальном ремонте. Медицина – мое призвание. В президентском перинатальном центре представили новый проект Министерства здравоохранения Чуваши. География на ощупь. В Чебоксарах начал работать проект «Открытая Чувашия». Премьер-министр Чуваши Иван Моторин вернулся из служебной командировки в Москву и Сыктывкар. Три основные темы поездки. Перспективы развития Чебоксарского ликероводочного завода, участие города Канаш в программе «Моногородов» и заключение соглашения о сотрудничестве с Республикой Коми. Состоялась рабочая поездка в Москву и в город Сыктывкар. Это было связано с работой ликероводочного завода. Была встреча с представителями Росспиртпрома и обсуждались вопросы работы Росспиртпрома на вторую половину года. Руководство Росспиртпрома проинформировало о том, что завод планирует стабильно работать и в ближайшее время уточнить показатели предприятия на вторую половину года. И обсуждался вопрос с фондом «Моногородов» о вынесении нашей заявки, это по городу Канашу, на ближайший попечительский совет, который планирует состояться в конце марта текущего года. Поездка в Сыктывкар была связана с обращением правительства Республики Чувашия по подписанию соглашения с Республикой Коми, который планируется заключить в 2016 году и обсуждались ориентировочные сроки поездки. Они увязываются с 95-летием образования Республики Коми, который планируется летом текущего года. Сегодня в Республике прошел единый информационный день. Представители министерств, федеральных ведомств и районных администраций встретились с коллективами предприятий. Одна из основных тем – итоги социально-экономического развития Чувашии за прошлый год. Какие приоритеты стоят перед столичными властями работникам завода имени Чапаева, рассказал глава Чебоксар. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. С работниками завода имени Чапаева в рамках единого информационного дня глава города общается не в первый раз. На последней встрече Леониду Черкесову пожаловались на разбитые тротуары, по которым люди добираются до своего предприятия. Наказы горожан взяли на контроль. Пешеходные дорожки отремонтировали уже летом. У нас задача, чтобы ни один вопрос, который здесь был задан и в письменной форме он есть, он не должен оставаться без рассмотрения. И по возможности мы должны эти вопросы решать. На этой встрече работников интересовали вопросы развития столицы. Многих из них волнует, насколько скоро реконструируют расположенный неподалеку от завода стадион «Волга». Леонид Черкесов отметил, что в перспективе здесь намерены создать современную площадку для занятий футболом, теннисом и хоккеем. Есть эскизные проекты и на некоторые объекты и проектно-сметная документация. Это будет полноценный современный стадион муниципальный для жителей нашего города. О перспективах на ближайшие годы Леонид Черкесов рассказывал почти час. В приоритете ремонт домов и дорог, ликвидация аварийного жилого фонда, строительство новых площадок для занятий спортом. На контроле властей Чебоксар повышение заработной платы у работников социальной сферы. Для нас это очень печально. То, что и средняя зарплата у нас в январь-февраль упала в социальной сфере. Конечно, мы должны в течение года это выровнять, конечно. Но это будет зависеть от средней зарплаты по региону. Очередные просьбы горожан взяты на карандаш. Отреагировать на них глава Чебоксар пообещал в ближайшее время. Медриковалев и Игорь Зверев. Республика. Закон о капитальном ремонте многоквартирных домов заработал в конце 2014 года. Спустя почти полтора года у жителей по-прежнему много вопросов. Сегодня на них отвечали в редакции новочебоксарской газеты «Грани». Там состоялась очередная горячая линия. С момента вступления в силу закона о капитальном ремонте одни распространенные среди населения вопросы сменялись другими. Однако один из них никогда не терял популярности. Платить обязательно? Платить обязательно. Это законом уже приписано, что является обязательным платежом и входит в структуру платежей за жилищно-коммунальные услуги. На втором месте вопрос «С какой стати?». Отвечать на него и терпеливо разъяснять собственникам их права и обязанности чиновникам придется, судя по ситуации, еще долго. Впрочем, вопрос есть даже у тех, кто с законом согласен и платит исправно. Так, после мартовских праздников часть горожан получила квитанции с начисленными пенями за январь и февраль. Хотя платили они вовремя. Директор фонда капитального ремонта Олимпиады Епифанова успокоила. Так сработала Почта России. Собственникам проведут перерасчет. Несколько звонков поступило и от тех, кто сам задерживает платежи по следующим обстоятельствам. Чтобы пенни не начислялись, заплатить нужно до 10-го числа каждого месяца. В то время как пенсию жители получают не раньше 12-го, а зарплату, как правило, в 20-х числах. Почему нельзя сделать? У них тоже региональный оператор, как и все остальные платежи по 21-й. Обязанность по оплате взноса на капремонт возникает у собственника до 10-го числа, следующего за отчетным, если иное не сказано в договоре управления домом. То есть вы своей управляющей компанией договор заключили, и в нем наверняка определили, что пение за жилищно-коммунальные услуги начислять там с 20-го или с 25-го. Вот этот договор надо до нас довести, и мы на основании этого договора, собственникам всего вашего дома, перенесем срок начисления пени на ту дату, которую вы определили своим договором. Много звонков поступало от пенсионеров. В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон, который дает право регионам освобождать от платы за капитальный ремонт россиян старше 80 лет, а также снижать взносы для пенсионеров, перешагнувших 70-летний рубеж. Я живу одна, мне 79 лет. Но у меня прописана дочь, которая живет в совершенно другом городе. Вот я отношусь к этой льготной категории или нет? К сожалению, нет. Потому что с вами проживает, получается, как бы официально, по документам, работоспособный, то есть человек, который на сегодняшний день работает, не является ни инвалидом и ни престарелым гражданином. Эта компенсация предоставляется только тем, кто одиноко проживающим престарелым людям или проживает с членами своей семьи, которым тоже по столько же лет. Те, у кого еще остались вопросы, смогут задать их завтра, 17 марта, заместителю министра строительства Чувашии Максиму Иванову. Встреча с населением состоится в Национальной библиотеке в 10 часов. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Люди в белых халатах готовы рассказать о своей профессии, о том, почему клятва Гиппократа сильнее всех законов и о каком вознаграждении за свой труд они мечтают. Минздрав Чувашии представил проект «Медицина – мое призвание». Во всех учреждениях здравоохранения появятся специальные почтовые ящики для благодарственных писем, фотографий, пожеланий и рисунков. Кого пациенты считают лучшими из лучших, узнаем по завершении года человека труда. Первое знакомство состоялось в президентском перинатальном центре. В отличие от обычного роддома, в этих палатах тихо. Обитатели Кюезов, если и плачут, то почти не слышно. Недоношенным малышам приходится экономить силы. Впрочем, необходимости плакать нет. Врачи и медсестры чутко следят за каждым вздохом, ловят малейшее движение и предупреждают все желания. Здесь ежедневно совершается профессиональный подвиг. Ведь речь идет о спасении жизни. Недоношенных детей рождается всего 4-5%. Но 4-5%, если судить, много это или мало, представьте, около тысячи детей в нашей республике рождаются недоношенными. И каждый ребенок требует оказания какой бы то ни было помощи, вообще помощи. А вот эта вот категория детей, вот такие дети с массой меньше килограмма, они рождаются, их рождается 1%. Опять-таки, много это или мало? А ведь 1% для нашей республики – это очень большая цифра, 170 детей. Все, кто впервые попадают в отделение новорожденных с экстремально низким весом, невольно переходят на шепот и стараются ходить на цыпочках. Очень уж хрупкими выглядят эти крошки. Страшновато бывает и молоденьким медсестрам, но только в первое время. Очень быстро они понимают, что самое важное в их работе. Любовь. Мы смотрим их, любим, так же, как родители. Бережем их, отдаем всю свою ласку. Как известно, чужие дети растут очень быстро. Здесь, конечно, чужих детей нет, все родные. Но сотрудники президентского перинатального центра все равно не успевают углянуться, как мальчик с пальчик или дюймовочка приходят к ним в гости уже своими ножками. Зато всех бывших пациентов врачи и медсестры знают по именам. Запомнить несложно. Ириска наша. Назвали мы ее в честь Ирины Валерьевны. Гиппократ назвал лечение больных самым благородным искусством, от себя добавим, и самым благодарным. Проект «Медицина. Мое призвание» придуман как раз для того, чтобы у нас была возможность сказать врачам и медсестрам спасибо за то, что они выбрали такой нелегкий и такой ответственный труд. Если человек одел белый халат, если он дал клятву Гиппократа, то, наверное, это навсегда. Потому что человек, приходящий в эту отрасль, он отдает всю свою душу, все свое сердце, все свои знания во имя спасения жизни человека. Проект Института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашии «Бизнес и власть. Открытый диалог» стартовал в 2014 году. Как показало время, это отличная площадка для обсуждения решений вопросов взаимодействия бизнеса и органов государственной власти. Проблемы в сфере защиты прав потребителей. Предприниматель республики обсудили с руководством Роспотребнадзора по Чувашии. Роспотребнадзор меняет политику надзорной и карательной деятельности. Больше будет уделяться внимание профилактической работе. Разъяснению ошибок подчеркнула руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Логовская. В прошлом году участились вне плановые проверки по жалобам потребителей. В то же время у предпринимателей появилась возможность взять надзорные каникулы и избежать плановой проверки. При условии, что в работе они соблюдают все правила и требования. Мы должны это подтвердить. Обоснования же должно быть. Почему? Они считают, что у них все соответствует и их не нужно проверять. Просто так из плановых проверок мы субъекта надзора исключить не можем. Жалоб на Роспотребнадзор в адрес уполномоченного поступает не так много. В большинстве случаев предприниматели согласны с результатами проверок. Ряд вопросов касался перечня санкционных товаров и возможности их реализации. Актуальна проблема потребительского экстремизма, когда клиенты злоупотребляют своими правами, пугают обращением надзорные органы и предъявляют необоснованные претензии. Встречи организуются исключительно по запросам предпринимателей в связи с тем, что в обычном текущем плане, видимо, невозможно решить те или иные вопросы, которые в первую очередь носят системный характер. И благодаря этим встречам возникает возможность руководителям, лицам, принимающим решения, задать вопросы напрямую. По результатам встречи почти половина вопросов была решена оперативно. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Пленарное заседание Межрегиональной конференции по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Живые уроки» состоится завтра, но уже сегодня участники конференции проехались по предполагаемым маршрутам, побывали на базах отдыха, в оздоровительных центрах и санаториях. Одна из задач конференции – познакомить гостей с туристским потенциалом Чувашии. Чувашия, Хакасия и Свердловская область стали пилотными регионами, в которых будут реализовывать проект по образовательному туризму. Гостям Республики представят не только маршруты для школьников, но и путешественников любого возраста. Сегодня федеральные туроператоры стали участниками рекламно-информационного тура по гостиницам, базам отдыха, санаториям и пансионатам Чувашии.